Так, если вы, мужики, будете разговаривать, чтобы ни одного мата не было, плохого слова. Извините, если что. Ну, конечно. Так. А вы откуда? Староверживали? Где-то там в России где-то сбросили. Мы не откуда. Я вчера был сегодня здесь. Вы хотите спросить, где я нахожусь? Ну да, Россия большая. Город Барнаул, Алтайский край. Алтайский край, ага. Мы пришли людям сказать, мы пришли сказать людям, что ни один блудник, прелюбодей, пьяница, наркоман в Старстве Божьем не наследует. Он будет сатаной мучиться в огне. Надо верить в Бога. А, короче, вы только проповедуете это дело. Да, я проповедник. Вы как раз попали на нас. Вот вы такие. Но только не ругаться, еще раз прошу. Но мы не ругаемся. Не, ну. Вы если хотите больше узнать. Спасибо, что вы проповедуете. Вы правильно говорите. Я хочу вас спросить. Вы такую книгу дома имеете? Нет. А тут вся мудрость. Я ее проповедую 56 лет. Ну, знаю. А видно по вам, что вы посвятили, ну, видно по вам, что вы как такой верующий. Прямо видно, что прям всей душой. Ну, мы так, мы, короче, мы сидим, работаем всю неделю, как роботы. Вот на выходные сидим, выпьем, встретимся, поговорим опять на работу, короче, вот так, рутином. И это все кончится. И будет день, когда мы в последний раз вздохнем. И Господь говорит, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп даст за душу свою, когда суд божий будет? Даже Лермонт там знал, на смерть Пушкин написал, есть божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен, звонит златые мысли, дела он знает наперед. А как вас зовут? Игнатий Лапкин, город Барнаул. Игнатий? Лапкин, запишите. Потому что, если вы хотите по скайпу поговорить, вопросы разрешите, я один с этим именем. Вы меня в скайпе сразу найдете. Игнатий Лапкин. А если вы зарядите во свете Библии, это наш канал, вы от него не уйдете. Там 14 700 роликов наших. Мы строим православную деревню, где может претендовать на поселение, кто докажет, что не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Ага, нормально, молодцы. Молодцы, на мою не сможем. Мы уже зашли очень легко. Ну пить не надо, пьяниц и старсть его уже не наследуют. Зачем это себя губить-то? Вот сколько мне лет, вы думаете? Ну не знаю, сколько. Надеюсь, сколько меньше проживем. Ну, сколько лет, так сказать. Просто с бородой непонятно. Посмотри, я повернусь любым боком. Борода нормальная. Вот он, я стою под поясом, смотрите. 60 лет. Совершенно правильно. Через два месяца будет 80. Ух ты, ничего себе. Так я прошел за веру, я за веру прошел пять тюрем и лагерь. За веру. Меня 26 лет выхручивали, морозили, а я живой вернулся. Почему? Мой бог меня защитил. У тебя столько энергии. Такой, как молодой. Вы когда зайдете, если во свете Библии, Ютуб, а поставьте слово сайт, пойдете на сайте. Там 50 книг мной начитанные. Архипелаг ГУЛАГ это первый, я первый распространил по всему Советскому Союзу. И меня ударили. А, это вы распространили? Я распространил, я насчитал и распространил по всей стране. Я слышал архипелаг ГУЛАГ, такое название. А вы в Ютубе можете зарядить архипелаг ГУЛАГ, огнайте лапки, но вы сразу выйдете, мой голос будете слышать. А, ничего себе. Вы знаменитый такой? Да нет, я не знаменитый. Я печник всю жизнь был, мне не давали работать. Не, ну, так, столько это, ну, распространить книги, вот это все. Ну, дело, это Господь делает. Вот мне Господь позволил 38 томов написать книг. Я их решил подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, я везде в городах даю. А потом до Лиссабона дошли, Португалия. Прошли в Скандинавию, Прибалтику и Север, 650 городов. Это так, пешком, что ли, ходили? Как это? С грузом. В каждую библиотеку дарил... Караван ехали, ехали, короче. На машине своей дарил книги, выступали. А, делали такой, сделали такой... Это миссионерская поездка. И подарили книги на 35 миллионов рублей. А откуда 35 миллионов? Что откуда? Жертвование. Откуда? Ну, с 5 миллионов рублей, это много откуда? А это люди жертвуют, люди. У меня ничего нету. Все, что на мне есть, это рваное, зашитое. Я все отдал. Я фанатик-экстремист. Так, мужики, если вопросов нет, я отхожу от вас. Больше всего. Спасибо. Спасибо. Было приятно познакомиться. Так, заходите в скайпе, в скайпе, Игнатий Лапин. Да, 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 мы поняли, да. Все, с Богом. Посмотрим. С Богом. Вопросы какие есть? О вере, о душе. О вере, о душе. Вы хорошо, что на месте оказались сегодня. Я вас нашел. Я вас нашел. Можете задать вопрос. Можете задать вопрос. У вас дома вот такая книга есть? Посмотрите. Только не ругаться, чтобы ни одного плохого слова не было. Я не ругаюсь. Я знаю, я заранее предупреждаю. Мы пришли сюда людям возместить, что так жить нельзя, как они живут. Здесь блуд творят, пьянство, наркотики. Все собралось в одно место. Это Содом и Гаморра. Это все правда. Им поможет только Аллах. Только Господь может помочь, да. Вы такую книгу считаете, нет? Нет, я чуть-чуть другую читаю. А какую же вы другую-то считаете, если лежите здесь? Уж не эту ли книгу вы считаете, которая вас туда привела? Эту? Эту иногда считаю. Ну и считай дальше. Что написано? Это дедушке нравится, да. Просчитай. Это дедушке нравится. О! Вот, смотри. Поэтому эта книга ваша тоже учит быть честными, справедливыми, неблудливыми. Да. Вы ее не знаете? Поэтому вас обзывают. Щурки, говорят, с глазами. А вы скажете, докажите, что ты не такой. Я не такой. Не такой, а без бороды. Ваша вера разве позволяет так себе сделать, под женщину подыгрывать? Вы под каблучники без бороды. Ну, щупаешь, там ничего нет. Борода должна быть. Это власть над женщиной. Так она еще не выросла. Она не... А, вы молоды, да? Да. А сколько же вам лет? Пятнадцать. Двадцать? Ну, в это время борода растет. Ну, вы бритвы в руки берете? Пятнадцать лет мне, алло. Ну, по виду видно вам, что не пятнадцать. А вы еще-то говорили про власть над женщинами. Да, 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 да. Люди, которые бреют бороды, это под каблучники. Над людьми, ой, над женщинами надо власть делать. Тебя Бог поставил главой над женщиной. Глава. Она должна быть в подчинении. За мужем, за мужем, за мужем сзади стоять. Даже математически. Женщина это нуль. А мужчина это цифра. Талант один, два или три. Если она сзади стоит, если у тебя три таланта, будет тридцать. А если она вперед зайдет, ноль целых три десятых останется. Математика говорит. Это в цвет. Вот так. Смотри, сколько у петуха куриц. И все его боятся. Да. Но это за ненижение. Ну, ладно. Так, я говорю о спасении. Вас вопрос интересует, как душу спасти, чтобы в аду не оказаться? Да, я хочу узнать, как душу. Христос умер за нас. Умер и воскрес. Вот почему кремлинам 6 глава 23 стих написано. Возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вечную жизнь дарует Бог. Иисусу слава. Иисус умер за нас. Он взял грехи и ответил за нас. Это пророк Исаия. За 700 лет до Рождества Христова предсказал. 53 глава Исаии. Что Аллах сделал? Что он будет изъязлен. Пачи лика человеческого. И возьмет немощи мира и понесет на себе. Аллах. Так, что-то у вас там замыкает? Аллах. Если у вас вопросов нету, я буду отходить. Здесь есть Аллах. Что? По поводу... Что сделал Аллах? Иисус умер, Аллах. А Иисус умер? А как вы узнали, что Он умер? Откуда? А что сделал Аллах? Так, Он умер. А воскрес Он или нет? Подождите. Аллах, что сделал? Через три недели мы будем приветствовать Христос воскрес. Это весь мир знает. Вот мы зайдем на кладбище. Наполеон здесь. Сталин здесь. Христос. Нам ответят, Его нет. Он воскрес. Он воскрес. А почему люди не воскресают, как Иисус? Так, я вам что говорю, может что-то не расслышу. Главное, я сказал, что Христос воскрес и ждет покаяния всех людей. Чтобы Ему служили. Его заповеди. Люди не воскресают. Почему? Не воскресают? Он всему свое время. Сегодня зима, поэтому зерно, которое бросили в землю, оно еще лежит. А когда будет возврат весны, взойдет. А возвращение Господа, это воскрешение мертвых. Все воскреснут. Все. И тогда за все надо будет ответить. Вот я гляжу, вы все тут лежите, мужики. Зачем лежите? Голые. Процентов 50 голых мужиков. Ну, вы знаете, еще нет. Спорить будете. Вы просто пройдите и видите. И причина одна. Готовы к блуду. Грудь у него какая. Лежит. Старые, малые дети. Все одинаково с ума сошли. Женщины своими мязами отравили людей. А вообще раздеваться нельзя, да? Ну, где-то отдельно, чтобы никто не видел, да? Или если ты там, ну, где-то, но не здесь, не в эфире. Понятно, что купается, когда там в бане, это он раздетый. Так, если у вас будет желание встретиться, поговорить. Вы мою фамилию и имя запомните, Игнатий Лапкин. И в скайпе меня найдете сразу. Я один с этой фамилией и именем. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Вот как-то запомните. А наш канал, канал называется «Во свете Библии». У нас там 14 700 роликов. Мы деревню православную строим. Где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться, ни лгать. Как еще раз, Игнатий... Игнатий Лапкин. Запишите, что лежите-то. Возьми ручку-карандаш-то, запиши. Боится подняться. Я с лежащими вообще не разговариваю. Лодыри. Если вы лежать будете лишнее, у вас тромб в голове будет. Вы умрете раньше времени. Вы не понимаете этого. Ты можешь, если устал, ты на диване маленько так наклонисься, но не ложись. Нельзя горизонтально. У тебя кровь сейчас скапливается в башке. Игнатий Лапкин. А называются наши ресурсы во свете Библии. И сайт, и форум, и ютуб. Во свете Библии. Это не просто, а уникальнейший канал. Понял. Так, ну все пока, до свидания. Все, спасибо. Вас так дернуло-то. Испугались грешницы? Нет. Все, сидите, чужих мужиков ловите здесь. Нет, мы женщин ищем. Ну тогда... А мы по-моему любим. Слушай внимательно, чтобы не ругались. Внимательно слушайте. Ни один блудник, ни одна блудница, ни один прелюбодей, в царствие Божие не войдет. Вы поняли? Поняли. Поэтому будьте внимательны к себе. Я пришел к вам специально сегодня, чтобы рассказать. Суд Божий близко. И смерть не за горами, а за плечами. Так, будьте внимательны. Вы можете, конечно, отключить, но вы ничего не узнаете. Вы должны узнать, что главная книга мира... Вот она перед вами. Что, дорогой? Снимай очки и поговорим. О вечности поговорим. Я вам скажу такое, что вы даже не услышите больше нигде. Я вам покажу великое сокровище, которое есть у нас. Тоже у меня сокровище. Очки уберите и поговорим. Меня зовут Игнатий Лапкин, я из города Барнаула. Проповедник и миссионер. Мы пришли на эту рулетку, потому что нам указал, один у нас умер, он два ролика составил, что тут такая беда. Мужчина половина голая, процентов 80 мусульмане. И женщины показывают все органы и прочее. И мужчины такое, открыто совокупляются. Это Содом. Бог уничтожит, сожжет это все. Мы говорим о Библии, о вечности, что Христос грядет судить этот мир. И все пьют и едят. Я думаю, что-то не пьется, будет пить. И обязательно я говорю, а вы почему пьете? Это я стал исследовать. Вы дух огненного блуда заливать пытаетесь, а это не поможет. Я всю жизнь преподаю в университетах, там где... И никогда себе не позволил на капитру ставить воду. А зачем? Вот так. С двух рук даже. Это пытается залить огонь чуждого вожделения, что человеку не свойственно. Это на одну минуту, дальше опять пить придется. Мы... Мы... А теперь можно в несколько... Только не ругаться. Ни одного слова, чтобы ругать, а на него... Так, поближе к микрофону и говорите. Ни в коем случае. Поближе к микрофону, плохо слышно. Ни в коем случае, говорю, ругаться не буду. Но я благодарю вас. Говорите, пожалуйста. Потому что я, как бы... Какой бы я сам распиздяя не был, но церковь для меня это святое. Это раз. Поэтому я не ругаться, не материться не собираюсь. Сейчас нормально слышно. Так, ну скажите, вчера какой праздник был? Вчера было... Я вам сейчас скажу. Нет. Сейчас вспомню. Эконом. Это... Мать его... Благовещение. Вот все. Слава тебе, Господи. Благовещение с чего? И что назначает праздник этот? Понятно не имею. Это означает, к Деве Марии, 14-летней, явился архангел Гавриил и сказал, Господь избрал тебя, благословенное, и найдет на тебя Дух Святой. Не зная мужа, ты родишь сына, наречешь его имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Первая глава Евангелия от Матфея. Очень интересно. Да. Ну, учитывая, что лично я атеист. Атеист что это такое? Поясните. Во что он верит? Атеист это, который не верит ни в каких богов. А вот. Значит, он верит, что нет никаких богов. Он в это верит. Это тоже вера. На самом деле, я верю в природу. В природу. Я называю Бога природой. Так, ну хорошо. У природы ум есть? У нее такой ум. Ум. А где он? В каком? Звере, в растении, в дереве? Где он ум? Нет, 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 нет. Этот ум научился от нас скрываться. А вот это. Он не дал нам, он не дал нам того чувства, чтобы мы его понимали. То есть вы фактически признаете Бога, но только Бога, который не личность, и перед которым ни за что не отвечать. Вы сами себя не обманываете. Я признаю Бога, но я его Богом не назову. Я назову это природой, опять же. Так написано, опять же, в Библии написано, и бесы, демоны веруют и трепещут. А кто ты, человек, который отвергаешь Бога, сотворившего мир, которым молимся, Отче наш, Сущий на небесах? Это уже придумали. А кто? Когда, когда? В какое время? В какое время? Да еще в старые древние времена. Когда еще не знали, кто такой Бог. Так, хорошо. Тут понятно. А сейчас все прекрасно знают. Сейчас все знают. Скажите. Давай я скажу, давай не будем спорить. Сначала ты сказал, я тебя послушал. Сейчас я скажу. Мы не будем с тобой перепираться, чтобы одновременно там орать. Просто сейчас я скажу. Вот смотри, вот. Бог, Бог. Как ты его называешь. Может быть, он и есть. Кто его знает? А может, его и нет. Это как в том анекдоте. Кожешь я не могу сказать? Не надо. Ну почему? Допустим... Не надо это бред не унести. Вы же знаете, что есть личность. Как в личность верят 2 миллиарда мусульман. 2 миллиарда 200 миллионов христиан. И из лауреатов Нобелевской премии 98% верят в Бога, как сущность, которую молиться можно. А я думаю... На чем думаете? Чтобы только не отвечать за дела. Тут вот причина какая. Ну не надо. Даже демоны веруют и трепещут. Ну не хуже же бесов вы. Так. Тебе сколько лет? А как вы думаете? Ну... Лет 60. Ровно. Совершенно через 2 месяца будет ровно 80. А у меня за плечами за слово Божие тюрьма и лагерь. 26 лет мучений. И они ничего не сделали. Следователь обратился, стал верующим. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Я 56 лет несу слово Божие в университетах. В регулярной радиопередачи, телепередачи. В 13 школах. В Ахадемгородке. Во всех отделах милиции. В воинских частях. И никто ни разу не сказал, что Бога нет. Сидят, вынимают, слушают. Описеры. Генералы. А я тебе скажу, что Бога нет. Ну, ты сказал. По крайней мере, Бога, которого ты проповедуешь. Смотрите. Вот эта вот книга в натуре Библии называется Псалтырь. И вот мы читаем 13-й Псалом. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина. Они развратились. Совершили гнусные преступления. Не делающие добро. Нет ни одного. 3000 лет назад это уже сказано было. Нет Бога. Так что никакой... 3000. Но ни хера себе. Подожди. Кто-то... Я говорил, чтобы ни одно слово не говорили. Подожди, 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 подожди. Так, давайте прощаться. У меня времени уже нет на это. Ты даже не знаешь. Валяешься, как с просонок. Никогда не видел человека с бородой. Свою-то сбрил. Подкаблучники несчастные. Да я не на бороду смотрю. Я на голову. Но не надо... Только не ругаться, чтобы ни одного слова. А я не ругаюсь. Половина мужиков тут голые валяются.